В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Приближается единый день голосования за кандидатов в общественную палату муниципалитета. Проголосовать можно будет с 9 часов утра до 18 часов вечера. Проголосовать сможет любой желающий. Продолжаются личные встречи депутатов городского округа с жителями. Все вопросы касаются в основном части благоустройства, но в некоторых домах есть вопросы и по содержанию МКД. Советы врача. Как уберечься от сезонных кишечных инфекций и что делать, если вы все-таки заболели? Нужно обратиться к врачу в поликлинику. Иногда даже при необходимости бывает нужна госпитализация. На днях завершился очередной этап формирования нового созыва общественной палаты Ленинского городского округа. Кандидаты прошли собеседование в режиме онлайн-конференции. Сейчас муниципалитет готовится к единому дню рейтингового голосования за кандидатов. Как оно пройдет, расскажет Юлия Пагасьян. Три года полномочий нынешнего состава общественной палаты Ленинского городского округа подходят к концу. За это время членами организации решено немало важных социально-общественных задач. В феврале текущего года начался процесс формирования нового созыва палаты. Сроки затянулись в связи с пандемией. Зато увеличилось время, когда потенциальные кандидаты могли подать документы. На это правительство Московской области дало почти три месяца. Мы за этот период успели познакомиться практически со всеми кандидатами. Мы успели понять на собеседованиях, кто чем занимался и каково необходимость его присутствия в общественной палате. Человек хочет карьеру сделать или человек хочет просто статус или же человек действительно настроен на работу. Сегодня в списке кандидатов 56 человек. Из них немало действующих членов общественной палаты, а также зарекомендовавших себя общественных деятелей муниципалитета. Таких, как, например, президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев, в прошлом депутат Ленинского района. Общественная палата, я считаю, такой орган, который может воздействовать на многие аспекты жизни теперь городского округа. Моя мечта, золотая мечта, все-таки сделать освещенную лыжную трассу в городе Видном. Сейчас городской округ готовится к очередному этапу формирования муниципальной общественной палаты. Единый день рейтингового голосования состоится 18 июля в онлайн-формате на сайте общественной палаты Московской области. Проголосовать можно будет с 9 часов утра до 18 часов вечера. Проголосовать сможет любой желающий, но только один раз. Количество кандидатов может быть, это может быть не один, не два кандидата, это может быть несколько кандидатов, но не превышать общей численности состава общественной палаты, то есть не более 30 человек. С всеми правилами проведения голосования можно ознакомиться также на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. Напомним, что формирование нового состава общественной палаты будет проходить следующим образом. 10 кандидатов утверждает губернатор Московской области. По такому же количеству общественная палата региона и совет депутатов Ленинского городского округа. Итого численность муниципальной ОПС составит 30 человек. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Во время пандемии коронавируса народные избранники не имели возможности лично встречаться с жителями и старались решать поставленные задачи удаленно. Но теперь настало время наверстывать упущенное. Депутат Павел Русаков встретился с жителями своего округа, чтобы узнать проблемы из первых уст. Подробнее наш корреспондент Дмитрий Книга. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация до сих пор является не самой благоприятной, встречи с населением проходят в сокращенном формате. Депутат Ленинского городского округа Павел Русаков провел встречу с жителями домов по советскому проезду. Основные вопросы касались темы благоустройства. Покос травы, соответственно, уход за придомовой территорией, где-то подсыпка грунта, где-то вопрос с асфальтовым покрытием, где-то вопрос с благоустройством территории детских площадок. То есть все вопросы касаются в основном части благоустройства. Но в некоторых домах есть вопросы и по содержанию МКД. Несмотря на плохую погоду, общение получилось довольно конструктивным. На встрече присутствовали начальник территориального отдела Центральной Светлана Стёпина, представители Дорсервиса и управляющие компании. Жильцы домов озвучили свои пожелания в ходе беседы. Мы хотим облагородить территорию, которая, собственно говоря, в распоряжении Дорсервиса и находится. Хотели, чтобы нам там вырубили кусты лишние, посадили более красивые, чтобы посадили цветы и привели территорию в порядок. Жителей дома номер один волнует ситуация с круглосуточными точками общественного питания, расположенными рядом. По их словам, в них отсутствуют необходимые санитарные условия, а по ночам данные заведения притягивают во двор любителей спиртного. Давайте попробуем вместе выйти и попробовать пообщаться в качестве профилактики с людьми хотя бы, для начала. Также прозвучал вопрос о возможности установки шлагбаума на парковке для автомобилей. Все пожелания взяты на контроль депутатам, сотрудниками администрации и службами. Порядка пяти таких встреч провели. Очень полезно. Во-первых, это знакомство с жителями, нам как новым территориальным отделом, знакомство с управляющей компанией Дорсервис, когда на месте это все решается, и посмотреть своими глазами живье. Планируется, что подобные встречи продолжатся, чтобы за летний сезон охватить все территории города. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому району задержали участников преступной группы, которая специализировалась на кражах автомобилей иностранного производства. По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области установлено, что злоумышленники в вечернее время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на неохраняемых стоянках на территории Ленинского округа. Затем они, используя подложные государственные номерные знаки, отгоняли похищенное транспортное средство в отстойник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в городском округе Домодедово после совершения очередного преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 29 и 42 лет. В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, обнаружены и изъяты подложные номерные знаки и оборудование для вскрытия автомашин. Также в похищенной иномарке оперативники нашли электронное оборудование для запуска двигателя. Следователи полагают, что подозреваемые причастны к совершению пяти автомобильных краж. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных. Лето – это не только отпуска, дача, пикники на природе и обилие свежих фруктов и овощей. Именно в этот период идет сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями. Как уберечься от отправлений и что делать, если вы все-таки заболели? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа узнала у врача-инфекциониста «Видновская детская поликлиника» Татьяны Корякиной. Едва ли можно встретить человека, который хоть раз в жизни не сталкивался с кишечными инфекциями. Вирусы, болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы могут попасть в наш организм с пищей и водой, через грязные руки и при контакте с больным человеком. Это сальмонолез, дизентерия, ротовирусные инфекции, энтеровирусы, норовирусы. Естественно, кишечная инфекция у нас вызывается и грибами, и простейшими. В летний период кишечными инфекциями болеют чаще, утверждают врачи. Патогенные микроорганизмы при высоких температурах лучше и быстрее размножаются, но предотвратить заражение можно. Мытье рук в первую очередь, соблюдение личной гигиены. Это обработка овощей и фруктов под проточной водой. Конечно, нужно пить бутилированную воду, молоко должно быть постерилизованное или производится кипячение воды и молока. Особо опасны кишечные инфекции для маленьких детей и людей пожилого возраста. Риск наступления обезвоживания организма крайне высок. Впрочем, врачи рекомендуют всем без исключения при появлении признаков острого травления вызывать доктора на дом и не заниматься самолечением. Кишечная инфекция у нас протекает, мы знаем, что с тошнотой, рвотой, жидким стулом, выраженная может быть интоксикация. Это повышение температуры до высоких цифр. Естественно, лечиться самим дома это делать нельзя. Нужно обратиться к врачу в поликлинику. Иногда даже при необходимости бывает нужна госпитализация. Но далеко не все спешат обратиться за помощью к доктору при первых признаках отравления. Своими домашними средствами у нас есть книжка Комаровского. Там есть рецепты, как приготовить специальный раствор, чтобы давать ребенку, если рвет и так далее. Врачу обращались, естественно. С детьми нет, с детьми так нельзя. Это я себе могу полечить. Кишечные инфекции легко передаются от человека к человеку. Поэтому дезинфекции помещения и всех поверхностей в нем, а также личной гигиене и обработке рук нужно уделять особое внимание, если в семье кто-то заболел. И обязательно выделите больному индивидуальную посуду. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. С 15 июля Центр социального обслуживания населения «Вера» постепенно возвращается к привычному режиму работы. Деятельность учреждения была ограничена из-за пандемии коронавируса. Сейчас введен новый график приема посетителей с соблюдением всех санитарных требований. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. 15 июля Центр социального обслуживания населения «Вера» возобновил свою работу после карантина. Пока воспользоваться услугами могут только несовершеннолетние посетители. Составлен график посещения. Специалисты центра принимают по одному ребенку. Сейчас у нас пока не действуют групповые занятия. Все занятия проводятся индивидуально. И время рассчитано таким образом, чтобы после каждого получателя социальных услуг мы могли опять-таки обработать все поверхности. В учреждении выполняют все санитарные рекомендации. Каждые два часа поверхности в помещениях обрабатываются дезинфицирующими растворами. В кабинетах установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники центра в масках и перчатках. При входе посетителям измеряют температуру бесконтактными градусниками. Здравствуй, дружок. Давай температурку померяем. Ты моя красота. О, видишь цифра какая? Маме покажет, да? Даниил после долгого перерыва возобновил посещение массажных процедур. Ему предстоит пройти 10 сеансов. После Нового года начали посещать. Но потом, соответственно, пандемия, перерыв большой. Но вот сегодня, слава Богу, мы снова здесь. Маленькая София очень ждала открытия центра. Девочка занимается ологопедой и психологом. Психологом ее особенно. Нравится Жанна Ивановна. Очень умеет расположить к себе детишек. Очень их любит. И София ждала с большим терпением. Двумя ручками берем камешки, две ручки. И теперь выкладываем наши лепестки. Психолог отделения реабилитации несовершеннолетних Жанна Улсова с каждым ребенком занимается индивидуально. Групповая терапия пока запрещена. Мы с радостью ждали этого дня. Мы готовились к этому дню. И, естественно, подготовили очень много новых программ, новых мероприятий, консультаций, как для родителей. Это будут и родительские клубы, это будут и консультации в индивидуальном плане. Для старшего поколения получателей услуг пока предусмотрена только выдача питания. Планируется, что кружки и секции программы «Активное долголетие», а также вся деятельность учреждения в полном объеме, возобновит свою работу с 1 августа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Видное ТВ И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.